МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И уже на протяжении 7 лет я работаю и как бы прошел все ступени от официанта до управляющего. Здесь все же даже принимают за казах. То есть не все говорят, что я похож на корейца. Три года назад его родители и родной братишка решили переехать в Корею на свою историческую родину. А Алексей решил остаться, ведь в Казахстане для него все стало родным. Честно говоря, мне пока что здесь больше нравится. Может быть, не объективно будет звучать, но мне кажется, там много суеты. Все куда-то бегут, особенно смотришь из гостиницы в окно, а рядом как раз-таки бизнес-центров было много. И в обеденный период все бегут, лишь бы побыстрее пообедать. Потом так же назад. Вот ритм очень бешеный. Люди 20 часов в сутки учатся. 20 часов в сутки. Это удивительно, конечно. В Казахстане у Алексея много друзей. Здесь он построил карьеру и нашел свою любовь. К слову, через месяц у него состоится бракосочетание. Я должен приехать на выкуп к невесте домой. Обязательно мы должны покланяться ее родителям. После этого я забираю ее к себе домой. Она должна обязательно посмотреть с моей мамой в зеркало. И так же мы должны сделать поклон уже моим родителям. Алексей решил познакомить нас не только с свадебными традициями, но и с национальной кухней. Например, этот набор из восьми блюд называется пончан. В него включены самые популярные корейские салаты. А это пулькоги – блюдо из говядины. А о знаменитом супер-рамен вы наверняка слышали из корейских сериалов. Мадина Жанузакова, Михаил Волобоев, Жанакун.